Девушки отдыхают И восходит в свой номер набор по трапу Постоялец, несущий в кармане граппу Совершенный никто, человек в плаще Потерявший память отчизну сына По горбу его плачет в лесах осина Если кто-то плачет о нем вообще Венецийских церквей, как сервизов чайных Слушан звон в коробке из-под случайных жизней Бронзовая осьминога, люстры в трильяже Заросшим ряской, лижет набрягшей слезами Лаской грязными снами сырой станок Адриатика ночью восточным ветром Канал наполняет, как ванну сверху Лодки качает, как люльки Финш, а не вон, в изголовье встает ночами И звезда морская в окне лучами Штору шевелит, покуда спишь Это было в 1972 году Это на первую зарплату свою, которую я получил В этом самом Мичиганском университете Я купил билетик на самолет И прилетел в Италию Пересадка была в Милане Я чуть не опоздал И приехал сюда И, разумеется, первые 7 дней Я провел здесь, по-моему, тогда 12-14 дней Я был колоссально несчастен Потому что это город, в котором все время хочется Показывать кому-то что-то Не смотреть самому Не с кем-то делиться Не говоря о том, что здесь вообще все То есть 90% людей, которые сюда приезжают Они приезжают сюда, в общем, как бы склещенными Они с кем-то приезжают И ты этому мучительно завидуешь Как будто тебе 16 лет снова Или 15, или 14 И ты не понимаешь, как это происходит Я здесь был абсолютно один И примерно 7 дней я ходил по этому городу В состоянии чрезвычайного, как бы сказать Тебя шмерца И на 8-й, я не помню, я проснулся В воскресенье, наверное, это было Текал в уколах, знаете, как это самое Как сервиза чайная Это в стихах, ну, не важно, стыдно Вот И это самое Я принесся сочинять стишки Я уже ходил по этому городу, сочиняя стишки И тогда все стало на свое место А пишущей машинке было? Пишущей машинке тогда не было, нет От руки? От руки, да Вы вообще пишете от руки? Я пишу от руки, но сразу же это хочется Перестрелить на машинку, чтобы посмотреть Потому что у меня почерк чудовищный, да А с годами это все стало гораздо хуже Потому что, значит, приходится и по-английски, и по-русски Все это самое сочинение И поэтому ты приезжаешь сюда с двумя пишущими машинками А живы в первом скромном номере, в дешевом отеле? Академия тогда была дешевле, чем она сейчас Но это все-таки, знаете, 20 лет назад все было дешевле Но это приезжей все было дешевле уже хотя бы потому, что Тогда меньше людей сюда приезжало, меньше людей было на земле, в Европе, по крайней мере Кроме того, зимой Венеция была непопулярна Потому что холодно, оперативно и так далее Дождь, снег, вода, сырость Но мне это как раз ужасно нравится Потому что, по крайней мере, к этому я привык И, кроме того, это вообще, вы знаете, как все началось? Я вам сейчас скажу Когда-то мне Гаслит заказал переводы Такого итальянского поэта Умберто Сабо Вот я перевел, что такое, 10 или 15 секторей Не может быть, меньше, я не помню Из цикла его автобиографии И в этой автобиографии у него стихи о северной Адриатике Он вообще раздуман из Триеста был, то есть совсем неподалеку И у него вот была эта строчка В глубине Адриатики дикой И когда я это прочел, я не знаю, что это такое Знаете, вот как слова значат больше, они больше предполагают Чем буквально семантическое содержание И когда я оказался здесь, я оказался в глубине Адриатики дикой Потому что зимой Венеция, зимой именно Еще вот когда вы на острова или по окраинам ходите Это довольно суровая жизнь, да То есть это не солнце, и это не кафе Это не спагетти, не пицца и так далее Это не герань, это самое, везде Это, в общем, довольно холодно Руки мерзнут, да Люди очень более-менее прячутся Или если они чинят что-то Это совершенно не пикчерест То есть это совершенно не зрительное То есть это совершенно не зрелище Это необходимость Человек ест то, на что он смотрит Да? То есть есть такое выражение Человек хочет, что он читает Или человек то, что он ест, да? Человек то, на что он смотрит, да? И мне хотелось бы быть этим Прошло что-то около года Я вернулся на место битвы К научившимся крылья расправ... А, ну да, все понятно Снова Я подумал, что опечатку Прошло что-то около года Я вернулся на место битвы Да ну пускай я звонит Ну какая разница Ну, синема верите Несколько раз в этой жизни Я нарывался на такие места Которые назывались совершенно... То есть названия были, имена Просто романы Я помню в Таллине Ты это наверняка помнишь Там в Выжгороде Есть место, которое называется Башня служанок Да, Башня служанок Ничего не надо писать Да, да, да Уже все есть, да Ну вот И набережная неизлечимых, неисцелимых Вот там что везут? Не венокли Хотя нет, я не вижу, нет И... Ну, это таких людей С которыми, в общем, ничего нельзя поделывать уже Вот здесь кафе будет сейчас, да Осторожно Да, 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 спасибо Может быть, черные очки надеть, да У меня что-то кафе дорогой ресторан Я не знаю, по-моему, это все-таки... Кафе, да? Это ресторан, да Это все переменилось Кофе, сейчас я пойду узнаю Ага Сказать Вы говорите в английском? Да Можно ли мы кафе? Да, конечно Красиво Это 8 из нас Окей,完璧 Красиво Это 2 из нас Ага Не только вот этого Не надо, потому что они запротестуют, я думаю 8 8 людей на камеру Они не будут снимать Они не будут компромазировать Иосиф считает, чтобы Роснушки гораздо лучше пушки То есть, я думаю, что серьезнее Да То есть, разумеется, на этом уровне иерархии нет Да, то есть, на этих высотах Но дело в том, что всегда с нацией, с культурой, всегда довольно комическая история Она всегда назначает одного великого поэта на эпоху Да Происходит это по разным соображениям Но прежде всего потому, что Прежде всего это происходит потому, что Если действительно всех читать То тогда должно произойти то, чего ради поэзии существует То есть, впасть от нее в зависимость И в поведении, и в мышлении, и так далее, и так далее, и так далее И поэтому существует форма самозащиты В виде системы образования Которая, значит, выбирает кого-то одного Наиболее, в общем, более-менее Ну, я не знаю, не хочу сказать удобовая рима Ну, так всегда было, геоты Ну, вот геоты, шметы, и так далее, и так далее И происходит... На самом деле, ведь что происходит? Вот рождается, то есть, вот эпоха плеяда возникает Вот с Александром Сергеевичем все пришли То есть Вяземский, который был даже до него Ну, неважно Возникает плеяда, да? Что за этим стоит? То есть, некий умысел, если хотите, природы Чтобы позаботиться о духовном состоянии нации Дать ей все Все варианты, да? Больше вариантов Они выбирают одного Вообще, за этим стоит колоссально интересная вещь Все делится, ну, если уже, говорит, всерьез, да? То есть, почти всерьез Это уже, как бы, лекция, да? Но это уже я распустился И сейчас я закурю и буду говорить, да? Дело в том, что существуют Все эти загадки мира, бытия, поведения человека на свете И что ему значит И тогда они, в общем, их можно До известной степени С определенной степенью, конечно, приблизительности Разрешить довольно простым образом Поделить все это на известные четыре темперамента То есть, это самое Миланхолик, Сангвиник, Холерик и Флегматик Если вы посмотрите на вот это самое Всегда на эти плеяды Они всегда делятся на четыре Да он действительно делится Ну, там, конечно, может, там Больше, плюс, минус и так далее Но, в принципе, они делятся на четыре Они делились так В Риме при Цезаре Августе Они делились в первую четверть 19 века Они делились в первую половину 20 века То есть, природа более или менее Природа приведения, как это ни называете Язык, если хотите Он заботится о народе То есть, он отчитает о человеке Который владеет этим Что делает с этим человеком? Он идет в школу и получает себе одного И других не считает И поэтому он оказывается в колоссальном дупле Рано или поздно Начинает метаться и так далее То есть, например, что бы было лучше Для человека, нормального русского человека Чем, скажем, сказать себе Ага, я, значит, я либо Пушкин Или сказать, не, я вроде Баратынский, да Или, там, скажем, я не знаю, я Вязовский И так и дальше жить Уж, по крайней мере, было бы во многих отношениях спокойнее Да, если на то пошло Чем все Пушкин Чем все Пушкин Чем все Пушкин, да Потому что Пушкин не всегда спасает, да Не всякого Не всякого, да Ну да Не всякого строит просто, да Что ж, пусть минувшая Минула сном летучим Еще прекрасен ты Заглохший Элизей Я обаянием могучим Исполнен для души моей Поразительно, что в этом господине было, да Да Но я недавно пришел, что он был абсолютно безграмотный Кто? К Баратынскому Это с какой же стати? Значит, он не знал знаков припинания полностью, значит Это с какой же стати? Это Дельвик, гениальный совершенно Все стихи Баратынского переписывала жена Дельвига для печати Значит Это, погоди, каким образом? Да, они были ближайшие приятели Он присылал, а Дельвиг издавал литературную газету Солнышко, но Дельвиг рано довольно умер В 29-м году Да А Баратынский в 44-м Одну секунду Они долгое время жили в одной комнате на Загородном проспекте Да, в самом начале Когда обоим было лет 19-20-21 И до 29-го года Дельвиг же издавал литературную газету Я тебе просто покажу завтра книгу, она у меня с собой Нет, я согласен Значит, о том, что жена Дельвига переписывала все стихи Баратынского И спрашивала, до какого места переписывать? Это полный бред Ну как, я завтра покажу тебе Это полный бред, потому что Баратынский человек с совершенно замечательным, уникальным синтаксисом Ни у кого такого синтакса нет Обожди, да Писывай до запятой и ставь точку Потому что Баратынский в конце стихотворения ставил запятую Ну да, конечно Я видел, между прочим И рукопись, но это дело не в этом Но когда человек пишет стихи Когда там строчка Страдая я из дубра венальной Зайдет заря Мир озарит души мои печальные Не озаря Он знал, где стоят знаки Одну секунду Я тебе расскажу и воспоминания Уварова Я за них не отвечаю Ну это другое дело Городственник, видать, графа Наверное, может быть сам Уваров тот самый Который, вы знаете, что он придумал формулу самодержавия, православия, народность? Да, вот видимо Да, замечательные у нас были министры Все Баратынский, да Все хотел убить Италию, кстати И увидел Увидел в гробу Неправда Ну как? Он доехал до Неаполя До Неаполя умер Самое великое стихотворение Это дядька итальянца Ну вот капитанская дочка, значит, дядька Так вот у него, значит, был какой-то итальянец Джиачинто Баргези То есть совершенно банальное имя, да Который, значит, бежал от Наполеона Когда Наполеон, в которых все в Италии довольно много И он промышлял тем, что он, значит, пытался продавать итальянские картины Представшись с выбором загадочных картин В которых понимал, где что-то понимал и видел ты один Прости наш здравый смысл Никто их не купил уже Прости наш здравый смысл Прости мы та из наций Где брат вашего, всех меньше спекуляций Никто их не купил Вздохнув оставил ты Глубь севера тебя привлекшие черты Зато в тебе твой ум на все пригодный Твой итальянский ум И с нашим очень сходный И потом он становится в семье этого генерала, отца Братенского, значит, дядька Это длинность, но кончается оно Там, где он рассказывает, как он его водил по Москве, этот самый дядька Потому что он всех макарончиков тогда узнал Я в ней там было много пиццы, пиццерий И он вспоминает об Италии, где видел суворовских солдатов Входивших в густой пыли дорог В грозе небритых бород Рядами стройными В классический твой город Замечательный стих И кончается Джечин Табаргеза умирает Это стихи о смерти Джечин Табаргези Это последние стихи Братенского После этого Братенский умирает сам Все, что хотите, вычисляйте И там кончается Боже, что со мной происходит Голос, слушай И там кончается Это Что, ну, спи бесслезно, спи в пределах наших льдистых Пускай наше льдей, то есть он наш бурнодышащий полночный аквилон Не хуже дышащий, не хуже веющий Не хуже дышащий забвением и покоем Чем пальмы южные с душистым их упоем Это стихи То есть, ну, это конец Это на все стихи трех читать Это А самые замечательные стихи, знаешь, какие? Вообще самые замечательные русские стихи Это Вот это второй раз Вот дядьки итальянцу, это второй раз А первый раз Это запустение Где Боротынский вспоминает о своем отце Это вот посещение этого имения Мары, да? Мары, да? Ну вот, и где он, значит, находится, что все это имения Где он рос в детстве, все это разрушено И вдруг он говорит Вот послушайте это То есть, это все то, что мы делаем Сейчас это полный взор Послушайте вот эти строчки Поразительный синтаксис Знаки препинания Что ж, пусть минувшая Минула сном летучим Еще прекрасен ты Заглохший элизей Я обаянием могучим Исполнен для души моей Тот, он про отца сейчас говорит Тот не был мыслью Тот не был сердцем хваден Кто безыменный Неги жаден Определение природы Их свой нравный путь Тропам всем указал Кто, преклоняяя слух К таинственному шуму Сих кленов, сих дубов В душе своей питал Ему той шуму Сочувственную думу Давно кругом меня О нем умолкнул слух Прияла прах его далекая могила Мне память образа его не сохранила Но здесь еще живет Послушайте, он говорит Но здесь еще живет Его доступный дух Здесь друг мечтания и природы Я познаю его вполне Он, отец, вдохновением волнуется во мне Он славить мне велит Леса, долины, воды Он убедительно пророчит мне страну Где я наследую несрочную весну Где разрушения следов я не примечу Где в сладостной тени Не вянущих дубров У нескудевящих ручьев Я тень священную мне встречу Он процапивший Это фантастические стихи То есть когда в 19 веке Человек пишет употреблять выражение Но здесь еще живет его доступный дух Это я сам про себя заметил Ну поскольку, значит, вот я как бы говорю И как будто я употребляю это местоимение Я сам про себя заметил Что у меня есть несколько повышенный интерес к водичке То есть интерес абсолютно абстрактный Потому что а плаваю я плохо И боюсь, ну я скоростану Вот в этом все дело Но тем не менее интерес довольно сильный И совершенно никаким образом не связан Ни с Фройдом, ни с чем угодно Я думаю, это связано, видимо, с каким-то довольно интересным То есть может быть интересно Может быть то, что я сейчас скажу полный деятель Но подсознательным И опять-таки никакого фридизма здесь нет Ощущением, что, в общем, каким-то образом Я с водичкой связан В большей степени, нежели с какой бы то ни было иной средой Ну начать с того, что водичка Она прежде всего позволяет вам смотреть вперед И очень далеко, да То есть вот она набегает, значит, на берег Немедленно возвращается куда? К горизонту назад, да То есть вот такой эскалаторный рек Когда-то я сочинил стиха, употребил, да Но за этим стоит нечто еще и более существенное В принципе, ну, можно пуститься в самые разные тяжкие, да Например, в чем отличие Земли от всех Остальных планетов Солнечной системы Что у нас как раз есть водичка, да То есть и поэтому есть жизнь То есть я думаю, что вам не говорят не столько Туристовенец, сколько моллюск, да Вот сказывается Не говоря о том, что, не говоря о всех этих христианских ассоциациях О всей этой идее, да Рыбы, Христос, что человек возник из этого самого и так далее То есть тут, видимо, что-то есть Я не знаю, что это Но что касается меня, меня водички прежде всего привлекают Это ее, как бы сказать, этот ее аспект бесконечности, да В чистом виде, да То есть который нигде в природе иначе не дан То есть бесконечность, которая может быть в ландшафте Даже если это горы и так далее, и так далее То, в общем, это все каким-то образом субъективное ощущение Что это вычисляемо И ты знаешь, сколько километров или сколько метров И где это все кончается Эта вещь нигде не кончается Это примерно одна и та же стихия Только что вот в родном городе Когда я там жил, там, эти 32 года и так далее, и так далее То есть у меня было ощущение, что и она ограничена Каким-то образом, да, там, скажем, я не знаю Военно-морским флотом, я уже не знаю Пограничные службы Но это единственное, что ты можешь смотреть без раздражения И вода – это постоянное приключение То есть два на свете существует самых главных шоу для меня Это вот это и Абурака То есть это самые многособытийные Что они друг в друге отражают Да, ну а это уже про это не надо говорить Потому что тогда уже начинается гладить кругом И совершенно замечательное экстатическое состояние Можно прицелить Мы все-таки сидим сейчас на набережной неисцелимых Практически А в действительности? В действительности, в двух шагах В двух шагах, да? В двух шагах, да? Угу Скажите, пожалуйста, а почему все-таки набережная неисцелимых для вас? Это церковь, дай салюту Которая воздвигнута благодарность за избавление от чумы И здесь несколько госпиталей было Где, значит, самые больные Либо приходили в себя, либо, значит, помирали И когда с ними уже нельзя было ничего поделать, да? Их вот выносили на эту набережную И на эту набережную не доходили И потом их отвозили, значит, на соответственное кладбище И так далее, и так далее, и так далее И я помню, как я впервые это увидел Я просто шел Я вышел после разговора с вдовой Довольно знаменитого американского поэта Лазар Павлов Да, ну вот Которая действительно доизвестности мне сама неисцелимая Как и он был неисцелимый, да? Ну, это были такие То есть это фашистствующие господа Ну вот И вдруг я увидел, что я стою на набережной Селимых И это, в общем, наложилось, да? Вот То есть Наложилось, видимо Поэтому я решил его назвать Потому что в конце концов это относится Ну, просто это хорошее название Это хорошее название Кроме того, это относится, в общем, к человеку, который То есть к людям, с которыми ничего нельзя поделать И мы все такие Безнадежные, безнадежные, как бы сказать, случаи, да? А только поэты не ссорят? А? Поэты не ссорят? Ну, не обязательно поэты Все люди, да? То есть, по крайней мере, люди с каким-то... Или люди в каком-то определенном возрасте, я полагаю, да? То есть с ними уже ничего нельзя поделать Их уже переменят Зачемленные Да, зачемленные уже Жизнь перенуть назад нельзя и так далее, и так далее, и так далее Единственное, что можно соскользнуть в воду, если хотите, да? Если кто-нибудь оттащит На набережной, да? То есть всевозможность Да Ну, в этом нет ничего... Ну, это просто замечательное название, да А с Венецией это как-то соотносится в большей степени, чем в другом? Ну, это тоже город, который до известной степени обреченный, да? То есть вот этот... То есть можно назвать даже набережной обреченной, если родить Ну, в общем, до известной степени соотносится Хотя, хотя я совершенно не вкладывал в это никакого сверхъестественного смысла Просто, вы знаете, как названия? Они в некотором роде создают определенную атмосферу, да? И, в общем, скорее важна атмосфера, нежели, там, скажем, какой бы то ни было буквализм, да? Ну, то есть, например, есть названия, особенно в русской литературе их полно с такими дактиллическими словами Там, да, оптимистическая трагедия Совершенно непонятно, что это такое, но, в общем, как бы звучит Уже расширяется Да, но на самом деле это оксимарон, да? То есть противоречит, это полный бред, да? Ну, вот какие поднятые целины, а что это все значит, да? Вот, ну, в общем, возникает какое-то ощущение, да? Вот это власть языка над, как бы сказать, над сознанием, да? То есть она что-то предполагает и что-то тебе сообщает больше, чем ты в состоянии осознать, да? Ну, это, если угодно, формула изящной словесности Когда так много позади Всего в особенности горя Поддержки чьей-нибудь не жди Сядь в поезд, высадись у моря Оно обширнее, оно и глубже Это превосходство Не слишком радостное, но Уж если чувствовать сиротство То лучше в тех местах, чей вид волнует Нежели язвит Венец, для вас есть что-то от Питера вообще? Это какой степень? Ну, вы знаете, наверное, изначально что-то То есть немедленно реакция именно эта, да? Но я думаю, тут больше разницы для меня, чем сходство Вся эта местная архитектура, она совершенно не отечественная, да? Это совершенно другой принцип Это принцип ограниченного пространства, да? В Ленинграде, то есть в родном городе, там совершенно другой масштаб, да? Вот здесь все эти чудеса достигаются Именно потому что на малом пространстве И поэтому они пытаются использовать каждую сантиметру Когда вы смотрите на эту архитектуру Если вы сравните с тем, что происходит в Риме Та же самая архитектура Та же самая барокко Та же самая готикость и так далее, и так далее То и расстояние между статуями на римском фасаде Оно вот, да, там, 20 метров, 10 метров, да? Здесь они, это похоже очень на ювелирные дела здесь, да? И то же самое в России В России это, то есть в Петербурге это огромный масштаб, да? То есть это другой размах Тут тебе запустят колонн там на 7, фасад на 100 колонн И так далее, и так далее И еще будет мало, да? А вы хоть раз видели в Венеции снег? Видел Это на нитые фотографии, вот с чего началось все Венеция в снегу Да, 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 да Это он мне принес в журнал «Лайф», где, значит, там все Венеция в снегу, представляешь себе? Нет, не представляю Глондалы в снегу Наверное, Венеция под снегом, ну, это фантастическое зрелище Это очень красиво, но это недолго, это всегда быстро тает Да, он немедленно тает, да Замечательно здесь вот этот самый знаменитый туман, это небе, да? То есть когда ты в это попадаешь, в общем, довольно сложные чувства возникают, да? То есть потому что, во-первых, выбраться невозможно Да прорываешь коридоры такие Да, 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 да Здесь так выбраться невозможно, с этим лабиринтами? А тут еще туман, можешь? Да, да, да А как желудки здесь тогда по каналам, если туман? Ну, они все знают Да, у них такой крик Нет, 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 у них такой крик есть Они предупреждают криком, голосом, когда они приближаются к этому самому, к перекрестку Свет кончается Наступает Тимаевыш Ничего Наступает Тимаевыш